Продолжение следует... 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 Во-первых, нет на МРТ отчетливых структурных изменений. Во-вторых, такая полиморфность, мультирегиональность его клинических проявлений не позволяет выбрать одну точку и быть уверенным в удачном решении после хирургии. Само течение заболевания, а именно генерализованные типы приступов, мультирегиональная птифорная активность НЭГ, приобретенная задержка развития после некого промежутка нормального развития, оно всегда наводит нас на мысль о возможной генетической природе заболевания. В данном случае был выявлен гетерозиготный вариант в гении СН1А, он был подтвержден с помощью сканирования по Сенгеру, мы увидели, что у родителей этого варианта нету, это называется статус Денова. И, собственно, по другим биологическим критериям это позволило нам назвать вариант патогеном, то есть каузативным, приводящим к тем проявлениям, которые я описывал ранее. Говоря про распространенность СН1А эпилепсии, можно сказать, что это в топ генов входит, которые мы встречаемся, направляя пациентов с эпилепсией на генетический анализ. Это не публикованные данные одной из крупнейших лабораторий в России. Мы видим, что на СН1А приходится порядка 30% всех выявленных случаев при направительном диагнозе эпилепсии. И чаще всего с СН1А связан такой клинический фенотип, как синдром Драве, его отличает дебют приступов на первом году жизни. Это преимущественно, скажем так, затяжные приступы, как фибрильные на фоне лихорадки или течения какого-то заболевания, так и в последующем присоединяются фибрильные приступы. Мы видим на картинке справа, что есть некая фазность течения, фаза разгара появления приступов в первый год жизни с последующим катастрофическим течением, когда соединяется множество приступов, их становится достаточно много, статусные приступы. И это приводит к формированию задержки развития, которая будет иметь такую тенденцию к нарастанию после года нормального развития. И где-то к 5-6-7 годам мы часто наблюдаем снижение количества приступов, некую стабилизацию течения, однако тот когнитивный дефицит, который накопился в первые годы жизни, он, конечно же, остается без изменений. Встречаемость синдрома Дрове, несмотря на то, что это лишь один синдром эпилептический, и в целом относится к карфанам, он, по последним данным наших коллег из США, встречается на 15 тысяч населения, и среди всех эпилепсий достигает 17 сотых процента, что достаточно много. Хотя в России не так широкие регистры, как в других странах. Вот на октябрь прошлого года, мне известно, порядка 180 пациентов, хотя чисто статистически их должно быть гораздо больше. И особая важность этого эпилептического синдрома составляет синдром внезапной смерти, риски при этом синдроме повышены в более чем в 15 раз по сравнению с другими детскими формами эпилепсии. И, конечно же, это требует более пристального внимания к этой проблеме со стороны детских врачей. Мы видим, что с накоплением данных эти более жесткие, ранее перечисленные критерии постановки диагноза, они размываются, да, вот 21-го года статья, где были проанализированы 205 пациентов с синдромом ДРАВЕ, мы видим, что гемиклонические приступы, которые в клинических рекомендациях на первый план вносится, встречаются лишь в третьих пациентов, да, а больше половины все-таки имеют как начальные приступы генерализованные. Только у третьих пациентов наблюдаются эпилептические статусы, то есть приступы дольше 30 минут. И первые приступы, да, дебют приступов, связанный с провокацией на фоне лихорадки, отмечался только в половине случаев. Поэтому мы видим, что критерии должны быть более мягкими для постановки этого диагноза, чтобы его заподозрить. И обращают внимание на задержку постановки диагноза, да, то есть проходит около, там, на возрасте трех лет чаще всего ставится такой диагноз. И в 80-90% случаев мы находим патогенные варианты в гене ICN1A. Есть определенная сложность, да, вот почему бы всем просто подряд не делать генетику, находить мутацию в ICN1A в гене. Связано с тем, что есть некая генетическая гетерогенность, вариабельность фенотипов, связанных с этим геном. От очень легких форм, да, где даже нету течения эпилепсии, например, семейно-генепилегической мигрени или семейные фибрильные судороги, до достаточно тяжелых таких эпилептических энцефалопатий раннего возраста, когда на первых месяцах жизни мы уже видим тяжелую задержку развития в сочетании с частыми приступами. И для клиницистов наибольшую сложность представляет вот эта вот серединка спектра, да, где есть так называемые генетические генерализованные эпилепсии, фибрильные судороги плюс и синдром Дрове, который в самом начале заболевания очень схож. И там, и там есть провокации на фибрильные события, там, и там есть фибрильные приступы, и их отличает лишь течение интеллектуального развития. При синдроме Дрове мы наблюдаем нормальный уровень интеллекта, да, без каких-то явных когнитивных дефицитов, тогда как при синдроме Дрове мы можем наблюдать, да, увеличение количества детей с нарушением интеллектуального развития в первые пять лет жизни, да, и к подростковому возрасту в сто процентов имеют ту или иную степень задержки развития. Второй момент, такой социальный, да, почему мы разбираем сегодня синдром Дрове, это проблема достижения контроля над приступами. И мы видим, что вот синеньким помечены респондеры, то есть пациенты, которым удавалось достигнуть контроля над приступами в течение одного месяца, да, это совсем небольшая прослойка. А если брать более длительное время наблюдения, да, например, трехмесячный без приступный период, то процент таких пациентов еще меньше. На текущий момент с золотым стандартом лечения вступает комбинация препаратов вольпровой кислоты, колобазама и незарегистрированного в России стерипентола, он позволяет достигнуть наибольшего количества там респондеров, то есть пациентов, у которых количество приступов снижается более чем в половину. Однако, вот в одной из статей 2014 года, да, где было проанализировано 274 пациента, лишь практически в половине случаев сохранялось порядка четырех генерализованных тоникоклонических приступов в месяц. И, конечно же, такие приступы связаны с риском повышенной травматизации и повышенным риском синдрома внезапной смерти. На текущий момент мы имеем достаточно много перспектив в лечении этого синдрома. Уже есть одобренные препараты, к сожалению, ни один из которых не зарегистрирован в России, показывающий хороший эффект для этого синдрома. Это стерипентол, это каннабидиол, торговое название эпидиалекс и фенфлюрамин. Ну, пока нашим пациентам доступно через фонды, через оформление федерального консильного закупка стерипентола, но с фенфлюрамином пока не очень понятно, с кругом добра. Есть исследования первой и второй фазы, представлены на слайде, да, это толурен, веропамил, сатиклистат. Сатиклистат сейчас перешел в третью фазу, и клемезол перешел во вторую фазу. У нас, так, наш центр также участвует в этих испытаниях. Например, у нас открылся в прошлую пятницу центр по сатиклистату, где мы набираем пациентов с синдромом ДРАВЭ. Это будет рандомизированное двойное слепое пластикоконтролируемое исследование, после которого всех пациентов будут переводить в открытую фазу, да, все будут получать препарат, да, не плацебо, и в случае достижения эффекта им будут в течение, там, четырех лет продолжать выдавать препарат, что не может не радовать. Также стоит отметить последние вехи в экспериментальном лечении, да, вот того, что мы относим к генной терапии. Широко изучаются антисусловые люгонуклеотиды. На животных моделях они показывают, что мы можем увеличивать уровень МРНК СН1А, и тем самым это приводит к снижению приступов и повышению выживаемости мышей. Есть также эпигенетические подходы, например, когда мы можем ингибировать генетические или фармакологические определенные гены, отвечающие за белок, киназу, которые участвуют в расхождении белков. И тем самым это потенциирует гаммкардические синапсы, что приводит к урежению приступов, к устранению моторной дискоординации и даже некоторым когнитивным нарушениям, наблюдаемых на животных моделях. И в заключение, да, что мы на сегодняшний день можем сказать пациенту с выставленным синдромом Дравец, подтвержденной генетической этиологией заболевания, что несмотря на то, что это аутоционно-доминантное заболевание, сохраняется определенный риск повторения в семье, даже если у родителей нет патогенных вариантов. Это связано с биологическим феноменом ганадного мазицизма. У нас есть определенные препараты, которые мы можем предложить в первой линии, к ним относятся вольпарат, перамат, колбазам. Есть препараты, которые используются в мире, мы тоже можем озвучивать их и писать консилиумы, чтобы пациенты искали возможность закупить. Это фенфюрамин, стерпентол, каннабидиол. И, надеюсь, с нашим участием добавится еще пару препаратов к линейке терапевтических опций. Есть немедикаментозные подходы к лечению. Это стимулятор блуждающего нерва. Также в нашем институте мы можем устанавливать. И для синдрома Драве количество респондеров достигает 60-70%, что не может не радовать. И изменение рациона с использованием большего количества жиров, меньше углевода. Кетогенная диета также нередко может показывать большое влияние на течение приступов. Стоит сказать, что, так как все пациенты в течение времени формируют некоторые нарушения интеллектуального развития, мы часто наблюдаем расстройство аутического спектра. Это требует дополнительного наблюдения у психиатра. Мы можем использовать поведенческую терапию, функциональный анализ поведения или ЭБИА-терапию, что позволяет, опять же, улучшить качество жизни и уровень развития таких детей. Ну и вопрос к педиатрам. У нас нередко любые эпилепсии склонны давать имидотводы. При этом плановая вакцинация, она скорее несет больше плюсов, так как позволяет подготовить организм к встрече с возбудителями. Единственное, есть экспертное мнение. Международные противоэпилептические лиги не использовать живые вакцины, например, менять КДС на ДСМ и другие рекомендации. Главное, что не лишать наших детей долгосрочной защиты в этом плане. А у меня все, и я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, Артем Алексеевич. У кого будут вопросы? Пожалуйста, Виктория Юрьевна. Большое спасибо за интересную демонстрацию. Всегда отрадно слышать, что лечение наконец-то наследственных заболеваний появляется и развивается. Скажите, пожалуйста, что известно про гонадный мозаицизм? При многих заболеваниях он хорошо изучен. И известно, что, например, при несовершенном остеогенезе он отцовский преимущественно. Ну, естественно, при болезни девушина материнский. И процент достаточно высок. Это несколько процентов до 10 доходит. Вот что здесь изучено ли это? Спасибо большое за вопрос. Если говорить про синдром Дорове, то склоняется, что это отцовский преимущественно мозаицизм. И может, опять же, в отдельных публикациях этот процент доходить до 30, даже не 10. Поэтому здесь требуется... Огромный риск. Огромный риск. Да, генетический риск огромный. Конечно, это, наверное, при натальной диагностике даже может требовать при таком высочайшем риске. Спасибо большое. И второй вопрос у меня. Препарат, который вы будете исследовать в своем исследовании, он все-таки симптоматический? Или есть у него некое патогенетическое направление? Спасибо за вопрос. К сожалению, это симптоматическая терапия. Вот те возможности напрямую влиять на работу гена, его белкового продукта, лишь на животных моделях показаны. Пока мы только надеемся, что будет трансляция этих данных на человеческие исследования. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, что лежит в основе патогенеза и с чем развивается когнитивное нарушение? Спасибо большое за вопрос. Считается, что в основе патогенеза лежит неправильная работа натриевых каналов. Тех каналов, которые отвечают за формирование потенциала действия в нейронах. Ну и, собственно, генерируют какие-то импульсы. В зависимости от функционального типа мутации мы можем видеть либо чрезмерную включенность этих каналов, они не закрываются вовремя, из-за этого нейроны в более длительном возбужденном состоянии находятся, и это распространяется на близлежащие, приводя к приступам. Или есть второе объяснение, связанное с недостаточной работой ингибиторных сетей тех нейронов, которые должны подавлять избыточную активность, и поэтому видим эффективность высоких препаратов, стимулирующих эти ингибиторные сети. По поводу задержки развития я, к сожалению, однозначного ответа дать не готов. Я думаю, что с этим связана неправильная работа нейрональных сетей, связанных с натриевыми каналами. Просто у нас же формирование познавательной деятельности и формирование каких-то навыков связано с некими энергетическими контурами, которые фиксируются. Если они неправильно работают, то есть вовлекают в активность больше количества, чем нужно, участков головного мозга, мы не формируем устойчивого навыка. Чем дольше мы тратим времени на формирование базовых навыков, тем сильнее отстает ребенок в сравнении со сверстниками. У него просто не хватает базовых опорных навыков, чтобы более сложные сформировать. И вторая идея, это уже связано с эпилептической энцефалопатией, когда частые приступы, статусы наносят такой долгосрочный вред нейронам, снижая количество клеток и разрушая сформированные нормальные нейрональные сети. Небольшой комментарий, если позволите, касаемо второй части этой гипотезы. Считается, что после каждого генерализованного тонико-клонического приступа память и внимание, ну, по крайней мере, у взрослого, восстанавливается только через месяц. А если у них 4 приступа в месяц генерализованных тонико-клонических и больше, а статусы наносят вообще непоправимый такой вред, да, из статуса ребенок выходит с большей задержкой. Спасибо за ответ. И второй вопрос. Фибрильные судороги, они не редкие, в общем-то, в детской популяции. Есть ли какие-то особенности у детей с синдромом Дрове при минимальных мутациях? Спасибо большое за вопрос. Да, конечно, говоря про синдром Дрове и о том, что часто мы видим фибрильную провокацию, да, вот в дебюте этого заболевания, нужно, скажем так, не нужны все фибрильные судороги, да, которые там встречаются до 3% в детской популяции, там, демонизировать, зачастую это даже не требует проведения электроэнцефлографии, так как мы даем дополнительных данных, можно сказать, что атипичные проявления фибрильных приступов, у нас есть типичные, то есть они симметричные проявления, напряжение с двух сторон тела, короткая длительность этих приступов, нечастые приступы, там, 2-3 в год, например, не больше, это там к типичным проявлениям относится. Любое атипичное проявление, фокальные черты в приступах, например, поворот головы, подергивание только одной части тела, длительность этого приступа, да, ну, считается там 15 минут, это уже атипичное проявление, часто, например, на каждое повышение лихорадки, там, каждый месяц, например, у ребенка, да, это такие сильные критерии, да, чтобы подозревать трансформацию уже в генетическую эпилепсию и конкретный синдром дрова. Вы, кстати, упомянули электроэнцефалографию, а есть ли особенности, учитывая, что они не подлежат хирургическому лечению? Да, есть особенности. Зачастую в дебюте заболеваний, даже какого-то длительного времени после того, как начались приступы, мы не находим никаких изменений по ЭГ. То есть это та форма эпилепсии, да, которая в межприступном периоде, мы можем ничего не найти, там будет нормальная активность или какое-нибудь неспецифическое замедление в фоновой ритмике. Иногда мы можем наблюдать региональные акценты, то есть когда активность только в одной области присутствует, при этом в височных отделах. Это может наводить нас на ложный путь, например, поиска структурной патологии, рассмотрения пациента как кандидата на хирургию, но его течение, полиморфность приступов, вот это вот чаще всего потом там диффузные мультирегиональные разряды присоединяются, должны нас как бы отстранять от избыточной хирургии. Сейчас мы ответим еще. Я просто должна, хотела бы сделать небольшой тоже комментарий. Вот такой типичный провоцирующий фактор. Мы воспринимаем фибрильные приступы, это всегда как сцепленность некой инфекции. Вот у пациентов синдрома дровы не обязательно. Вот говорилось о провокации при купании в теплой воде. То есть это вода нормальной температуры, которая у ребенка без генетической мутации не даст никаких последствий. И когда-то это даже называлось эпилепсией горячей воды. Когда было описано, очень часто, чаще, чем в Европе, встречалось у индусов. Потому что у них есть в Индии такая традиция, они окатывают при купании с головой, с головы, да, прямо выливают горячую воду. И ребенок не обязательно даже при купании в горячей воде. Например, он может побегать, попрыгать, перегреться и дать приступ. Там тоже вот как бы эта фибрильная провокация, но совсем не сцеплена с инфекционным началом. И вот одна из рекомендаций таким детям, это избегать все-таки таких физических нагрузок, пребывания в бане и так далее, и так далее. У нас есть вопрос дистанционный от Елены Соломонной. На сегодня рекомендуется делать ЭГЭ при эпизодах фибрильных судорог. Действительно такой провокации нет в международной, то есть такой рекомендации нет. Если у ребенка фибрильные судороги, то не делаем ЭЭГЭ. Каковы показания в данном случае, частота повторений, появления послефибрильных приступов нефибрильных и показания к углубленному обследованию? Спасибо большое за вопрос. Он, наверное, достаточно дискутабельный, потому что если обращаться к мнению международной противопилептической линги, там, собственно, пока это только фибрильная провокация, ЭЭГЭ не рекомендуется проводить. У детей младшего возраста, особенно до года, мы должны проводить, в первую очередь, исключать течение мини-генцефалита, которое может не давать привычные, в более старшем возрасте, симптомы. Но про ЭЭГЭ прям говорится, что повторять не надо. Расширенный видеогаммониторинг я бы, наверное, делал при все-таки устойчивой латерализации с одной стороны приступов. Например, поворот головы всегда влево, если бы это была повторяемость. Так, например, в исследовании наших коллег из Нидерландов, где они просто смотрели, а вот все дети, которые, например, после вакцинации, при повышении температуры давали фибрильные содороги, кто из них перешел в течение эпилепсии? И из тысяч проанализированных детей всего 30 в итоге сформировали эпилепсию. Когда изучали причины, там наряду с ожидаемыми нашими генетическими мутациями, в генетическом 1Е, ПСТЧ-19, также были выявлены структурные нарушения головного мозга, фокальная корковая дисплазия, да, то есть мы должны понимать, фибрильная провокация – это не только для синдрома Дрове характерно. И вот если будет устойчивая латерализация приступов, всегда вот с одной стороны, это, наверное, показатель для более углубленного обследования. Рекомендация, если можно, тоже добавлю, рекомендация не делать ЭЭГ после простых фибрильных содорог обусловлена тем, что там большого процента сразу там после приступов в первые дни бывают какие-то изменения, бывают острые волны, бывают разряды, по-моему, 30%. И это не имеет никакого прогностического значения. Если мы сталкиваемся с фокальными приступами, если мы сталкиваемся с эпилептическим статусом, то все равно ЭЭГ показано. Другой вопрос, что при синдроме Дрове ЭЭГ на ранних этапах развития болезни межприступная может быть совершенно нормальной. Она нам не подскажет, как дальше будут развиваться события. Нам подскажут, как будут развиваться события, а фибрильные приступы и появление атаксии в неврологическом статусе в конце первого года жизни, может быть, раньше даже замечено будет. ЭЭГ, в принципе, при синдроме Дрове ее делают, так же, как и МРТ, но это не является очень информативным, облигатным для диагноза. Хорошо. Есть ли еще вопросы? У нас исчерпаны вопросы. Выступление. Кто-то хочет выступить? В заключение, я должна сказать, что мы очень рассчитывали на то, что нам поможет круг добра с получением фенфлюорамина для этих пациентов, потому что это единственный препарат, который описан не просто дает снижение частоты приступов, но и их прекращение, длительные ремиссии дают. Но, к сожалению, наши надежды сегодня выяснилось, что не оправдались, поскольку вот Артем Алексеевич и я сама выступали на круге добра, и нам сам круг добра предложил, что будут закупать этот препарат, но, к сожалению, оказалось, что нет. Ну, может быть, ситуация еще как-то изменится. Посмотрим. Спасибо всем за внимание.